сейчас хочу показать как сделать специальную станцию для прочистки теплообменников котлов и газовых газовых котлов ну или может быть дровяных котлов отопления и газовых колонок как это сделать я буду использовать для этого как емкость это вот канистра от шпаклевки глубокого проникновения и насос от стиральной машинки значит в чем суть устройства значит будет вот это вход насоса шланг это выход вот таким образом соединю их насос будет брать жидкость а это будет раствор или ортофосфорной кислоты или лимонной кислоты если нет ортофосфорной и закачивать в теплообменник а выход будет шлангой назад в бак и так будет циркуляция только так можно на несколько часов оставить и только так можно по-настоящему нормально прочистить теплообменник заливать периодически выливать ну по сути дела это не эффективный способ что нужно сделать тут так я сначала хотел использовать собственно саму сам шланг от стиральной машинки но здесь неудобный неудобное отверстие которое нужно закрывать поэтому поковырялся в гараже и нашел вот такие шланги от автомобиля это шланг радиатора так скажем охлаждающий шланги охлаждающей жидкости для ланоса 1 и 5 и так сложилось исторически что диаметр ну как раз прямо как будто отсюда и был в принципе диаметр и диаметр горловины приблизительно такой же тоже хорошо натягивается только мешают тут резьба которую нужно сейчас срезать но ножичком почищу возможно потом немножко напильником и собственно все соединяю с этого и начнем сейчас буду срезать строительным ножом резьбу и затем продолжим дальше ну что же вот что получилось у меня я срезал и срезал резьбы резьбу на ходе и подсоединил шланг очку здесь поставил стандартные зажима стиральной машинки здесь просто проволокой прикрутил ну по сути дела и все к выходному шлангу я поставил такой ершик вставил на хомутик ерш и к резьбе подсоединил теперь уже шланг очку для какой цели я буду пользоваться тепло обменник чистить тепло обменник на тепло обменниками пол деваймовая резьба как раз сюда резиночку подсоединил к тепло обменнику и все ну и теперь здесь прорезал отверстия прорезал не полностью для того чтобы когда будет заливаться не брызгала но пока так если будет нужно я сильнее отрежу но пока вот так испытание теперь залью где-то 4 литра или 3 у меня буду заливать ортохосфорную кислоту 400 грамм ну и приблизительно один в десяти его помешаю будет около 4 литров жидкости подсоединяю сюда к разъему 220 вольт буду включать в розетку проверять как работает система после проверки уже подключим к буду чистить сам тепло обменник ну вот такая схема сейчас покажу как работает хочу показать что получилось в данный момент я уже включил подсоединил просто 220 разъем чиками ну вот так приблизительно такой на под это небольшой на форме что-то обыкновенный насос из стиральной машинки а его достаточно будет для того чтобы просто прокачать через теплообменник допустим котла или колонки газовой все теперь я хочу чтобы вы подписались на мой канал хочу чтобы вы могли поставить лайки или свои комментарии как бы вы могли может быть по-другому какие-то моменты сделать ну и смотрите другое видео очень много таких же нюансов изготовления приспособлений или ремонта бытовой техники не сложная в основном поэтому подписывайтесь на канал и всего доброго